Привет! Мульт Тачки Байки Мэтра это мультсериал, вышедший в 2008 году, который является продолжением мультфильма Тачки. Сюжет каждой серии состоит из того, что Мэтр расскажет Макуину истории своей прошлой жизни. Например, Мэтр был пожарным, каскадером, матадором, стритрейсером, рестлером, рокером, детективом, космонавтом и даже встречал НЛО, которое научило его летать. Были ли эти события на самом деле, или же Мэтр их просто выдумал, утверждать нельзя. Вроде бы очевидно, что это все выдумки, но в конце каждой серии обычно происходят вещи, которые вроде как доказывают правдивость истории. В общем, сейчас не об этом, а об игре, которая вышла по данному сериалу и получила одноименное название. Тут мы играем не за Мэтра, а за его напарника, которого мы можем выбрать и тюнинговать. Я почему-то решил сделать двойника Кинга. Это единственный персонаж из мультфильма, чью копию тут можно воссоздать. На спойлер и наклейке монеток у меня пока не хватает. Как говорится, запомни одну фразу, все будет, но не сразу. Далее у нас открывается сюжет под названием Мэтр Команда Спасения. Это сюжет про то, как Мэтр был пожарным, и катсцены в этой игре идут в перемешку с фрагментами сериала. Тут наша задача просто ехать на вызов, параллельно собирая монетки и нитро. По приезду на место наши герои чё-то просто стоят, переглядываются, пока на заднем плане догорает здание. За каждый пройденный этап нам дают трофеи и монетки. Далее наши герои вместо того, чтобы тушить пожар, решают спасать из здания по крышке. Причем они продолжают это делать даже после того, как пламя уже потушено. Тут наша задача просто периодически нажимать на пробел, чтобы наш персонаж не уронил по крышке. Далее мы просто стреляем водой в окна. Тут, кстати, почему-то все здания города резко воспламенились. Мэтр нам скидывает различное барахло, а мы его ловим. Далее сопровождаем скорую помощь, из которой вываливаются аптечки. Наша задача их собирать. Привезли бедолаг в больницу. Дам их сразу в рем-анимацию. Тут уж и я вздохнул спокойно. Мэтр, я, конечно, не хочу делать поспешных выводов, но в скорой никаких бедолаг не было. У нас открылся новый сюжет под названием Эль Мэтр Дор. А этот подошел к концу. Тут наша задача находить одинаковые машины. Далее у нас начинаются самые обыкновенные салки. Наша задача забрать платок у одного из погрузчиков и больше никому его не отдавать. Следом болельщики кидают нам розы, а наша задача их собирать и уворачиваться от бульдозеров. Потом нам нужно злить бульдозеры маханием платка и вовремя от них уворачиваться. Далее нужно все так же избегать бульдозеры и разливать по полю масла, чтобы они поскальзывались. И на этом данный сюжет тоже подходит к концу. Кстати, теперь у нас хватает монеток, чтобы довести до конца тюнинг Кинга. Ребят, 97% моих зрителей еще не подписаны на канал. Это очень обидно. Не в моем праве уговаривать вас, но если вы подписались, то низкий вам поклон. Tokyo Matter это история о том, как в Японии Мэтру кинул вызов один стритрейсер. И намечается гонка. Наша задача привести Мэтра в порядок. И пока Мэтр соревнуется, мы просто очень странно дрифтим неподалеку. Далее на нас нападают ниндзя, которые кидают в нас сюрикены. И мы отстреливаемся огненными шарами. После этого мы оказываемся в канализации. Собираем там монетки и различные бустеры, а также выполняем трюки. И в конце концов поднимаемся на телевышку, вовремя уворачиваясь и перепрыгивая препятствия. Честно говоря, я совсем не понимаю логику сюжета данной игры. Все эти ситуации в сериале происходят с Мэтром. Именно ему кинул вызов стритрейсер по имени Кабуто. На кой черт наш персонаж во всем этом участвует? И кто он вообще такой? И это относится не только к этому сюжету, а и ко всем предыдущим и тем, которые будут дальше. Если бы мы играли за Мэтра, тогда все бы встало на свои места. Но этот наш персонаж тут вообще к чему? Ладно, этот сюжет тоже уже подошел к концу. Мэтр Каскадер. Тут нам нужно быстро нажимать на пробел, чтобы мы в команде с погрузчиком подняли платформу выше, чем другая команда. Прыгаем через скакалку. Далее нам показывают персонажей, которых мы должны отыскать в зале. В следующем задании нам опять же нужно быстро нажимать на кнопки, чтобы перепрыгивать препятствия. А в конце нам нужно вместе с Макуином с высоты прыгнуть в бассейн, параллельно собирая воздушные шарики, которые прибавляют нам очков. А где Молния? Он же вроде как с нами летел. А тут, видимо, разработчикам надоело моделировать нормальные модели автомобилей. Мэтр Великий Рестлер. Тут Мэтр, как вы уже наверное поняли, стал бойцом в рестлинге. И первый бой у него с фургоном, продающим эскимо. Из него разлетается мороженое, а нам нужно его собирать. Далее нам на ринге нужно хватать мяч и кидать его в корзину, уворачиваясь от наших противников. В следующем уровне нам нужно вовремя тыкать на круги, появляющиеся на экране. К следам у нас идет подобие Мортал Комбата, и в итоге мы сражаемся с главным боссом. Как всегда, вовремя нажимая на различные кнопки. И эта глава тоже пройдена. Неопознанный Летающий Мэтр. Это финальный сюжет про то, как Мэтр подружился с НЛО. Этот Летающий Пельмень по имени Мэйтрон строит нам башни из банок, а наша задача их разрушать. Далее Мэйтрон подбрасывает покрышки, а нам нужно попасть в них колпаками. После этого Мэйтрон учит нас летать, и наша задача пролетать сквозь эти круги. После этого нашего инопланетного друга похищают и отвозят на зону 51. Наша задача пройти сквозь трафик машин, забрать Мэйтрона и вернуться обратно. После этого за нами гонятся военные. И в итоге нас спасает огромная летающая тарелка. Ну а на этом у меня на сегодня все. Надеюсь, что данное видео вам понравилось, и если это так, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok